С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 26 августа. У родившихся в этот день 1451 год. В городе Генуэ рождается Христофор Колумб, испанский мореплаватель, первооткрыватель Америки. Путешествие, круто изменившее его жизнь, он совершил в достаточно зрелом возрасте. Когда экспедиция под началом Колумба на трех парусниках, Санта-Мария, Нинья и Пинта покинула Испанию, чтобы найти западный путь из Европы на восток, мореплаватель ушел уже в 1942 год. Неизвестно, где именно учился Колумб и учился ли вообще, но известно, что он знал четыре языка. А морскую карьеру начинал в 1469 году. 1740. В этот мир приходит Жозеф Мишель Монгольфье, старший брат, один из изобретателей воздушного шара, пригодного для воздухоплавания. Всего в семье было 16 детей, но прославили ее Жозеф и Этьен. В 1784 он изобрел парашют, а через 10 лет – особый аппарат для выпаривания. В 1796 году совместно с другим ученым – гидравлический таран. В 1873 году рождается Лиде Форест, американский изобретатель, имеющий на счету 180 патентов на изобретение. Его называли «отцом радио», потому что он изобрел ламповый детектор и усилитель «Аудион» – основу радио до транзисторного века. Стал одним из отцов века электроники, потому что триод помог открыть дорогу широкому использованию электроники. В 1925 году родился режиссер Петр Тодоровский и кинооператор в том числе – народный артист РСФСР. В качестве оператора он снимал фильмы «Весна на заречной улице. Два Федора», а поставил картины «Городской романс. Верность. Любимая женщина. Механика Гаврилова. Военно-полевой роман. Интердевочка. Анкор. Еще Анкор». Лауреат государственной премии, а его фильм «Военно-полевой роман», кстати, был номинантом на «Оскар» в 1984-м. В 1947 году родился Ян Орлазоров – театральный актер, эстрадный артист, заслуженный артист России, лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады. Родился в Москве, окончил Щукинское театральное училище, работал в Центральном детском театре. С конца 70-х работал в театре имени Моссовета. В начале 90-х, как актер-импровизатор, он не стеснялся выходить с микрофоном в народ и часто втягивать зрителей в номер. Его коронная фраза – «Эй, мужик». В свои монологи артист писал сам, но иногда прибегал и к помощи профессиональных драматургов. В этот же день, в 1947 году, рождается российский певец, композитор и актер Александр Кальянов. В 1957 году родился доктор Албан, шведский поп-певец нигерийского происхождения. Дебютный альбом «Hello Africa» расходится по миру миллионным тиражом и приносит автору мировую известность. В 1976 году рождается Зимфира, Зимфира Рамазанова, певица, автор и исполнитель своих песен. В начале 1998 года Зимфира переезжает из родной Уфы в Москву, где начинает работу со своей группой «Зимфира» над первым студийным альбомом. В 1980 году в Нью-Йорке родился Макколей Калкин, американский киноактер. Запомнился он нам по первым двум частям кинокомедии «Один дома» и «Один дома 2». Ну а теперь о некоторых событиях. 26 августа 1382 год. На четвертый день осады татарский хан Тахтамыш захватил и практически сжег Москву. Ворвавшись в город, татары убили несметное число народа, разграбили все дома. От Москвы остаются одни руины. Затем татарские войска захватывают Владимир, Переславль, Юрьев, Звенигород, Можайск и другие русские города, обложив их Данию. В 1728 году Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, который затем получит название «Берингов пролив». В 1789 году французское учредительное собрание принимает Декларацию прав человека и гражданина. Люди рождаются и остаются свободными и равными в своих правах. Народ является главным и исконным носителем суверенности. Свобода заключается в том, что разрешается делать все, что не наносит вреда другому. Свобода мысли и убеждений является одним из высших прав человека. Поскольку собственность есть право неприкосновенное и священное, никого нельзя лишить его. 1813 год. Последняя победа Наполеона. В двухдневном сражении на реке Эльба у Дрездена 165-тысячная армия французского императора побеждает Богемскую армию. 227 тысяч человек антинаполеоновской коалиции Пруссии, Австрии и Россия. Под командованием австрийского фельдмаршала Карла Филиппа Шварцеберга. 1914 год. Русский авиатор Нестеров впервые применяет таран как один из способов ведения воздушного боя и погибает. В 1946 год. Норма Джин Бейкер подписывает контракт с киностудией. С той поры 20-летнюю девушку стали звать Мэрилин Монро. Монро была девичьей фамилией матери, а имя взялось от известной танцовщицы Мэрилин Миллер. 1968 год. В США в продажу поступил бетловский сингл «Hey Dude» – первая пластинка, изданная квартетом на фирме грамзаписи Apple Records. Балладу написал Пол Маккартни и специально посвятил ее сыну Джона Леннона Джулиану, который тяжело переживал развод родителей. 1982 год. В Варшаве умерла Анна Герман, всемирно известная польская и советская певица, лауреат множества национальных и международных фестивалей. Она умирает 46 лет от царкома. А за 15 лет до смерти переживает страшнейшую автомобильную аварию, получив множественные переломы. Эти годы были для Герман одновременно и самыми тяжелыми, и самыми удачными в жизни. Певица, несмотря на последствия автокатастрофы, сумела обрести личное счастье и триумфально вернуться на сцену. 1991 год. Пятый день после путча. Начинается внеочередная сессия парламента СССР. Приостановлена деятельность КПСС на всей территории страны. Арестован бывший председатель Верховного Совета Анатолий Лукьянов. С балкона своей квартиры выбрасывается управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина. Но еще об одном событии более подробно. 188 год. Апокалиптическое извержение вулкана Крокотау. После двухвекового молчания чудовищный взрыв с силой в несколько водородных бомб. Палящая лава мгновенно уничтожает все в радиусе 150 километров. Колоссальной силой взрыв разрушил большую часть вулкана. Цунами, возникшее при извержении, достигает 30-ти метровой высоты. Эта волна обошла весь земной шар. Ее воздействие ощущалось даже в проливе Ла-Манш. Гигантская волна смела с лица земли 259 городов на побережье Явы и Суматры. Погибают 36 тысяч человек. Это было самое мощное за всю историю человечества извержение вулкана. Ударные волны обогнули планету в обоих направлениях. Наблюдались, например, странные оптические явления. Солнце казалось синим, а Луна ярко-зеленой. Сейчас на месте старого вулкана медленно, но неуклонно растет конус нового. Его даже называют Дитя Крокотау. Так что наберемся терпения. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.